Всем привет! С вами профессор Гуглов. Это Apple Pencil, который стоит 99 долларов и продается отдельно от iPad Pro. Время работы 12 часов беспрерывного использования. Что интересно, 15-секундной подзарядки хватит на 30 минут использования. Итак, попробуем. У нас здесь iPad Pro и iOS 9. Так, выберем карандаш, выберем цвет, начинаем рисовать. Отклик очень быстрый, как видите, очень и очень хорошее время отклика. Должно быть меньше 10 миллисекунд, судя по моему опыту. Apple Pencil реагирует на силу нажатия. При слабом нажатии отрисовывается едва заметная линия, при сильном четкая и уверенная линия. Наиболее заметно это у карандаша. Можно сделать легкий набросок, а уже затем обвести так, как вам больше понравится. Это очень классно. Движение очень плавное, рисовка получается быстрой и непринужденной. Как работает чувствительность над нажатием? На кончике стилуса располагаются сенсоры, которые работают в связке с экраном планшета. Также датчики замеряют угол. Например, возьмем маркер. Рисуем под прямым углом обычная линия. Если сильно наклонить, то получается широкая линия. И, конечно, можно подобрать нужную толщину линии путем изменения угла наклона. Я недолго пользовался Apple Pencil, но то, как аккуратно и точно стилус повторяет движение, впечатляет. Я пробовал некоторые другие профессиональные решения, такие как Wacom Tablets. И вы знаете, Apple Pencil и iPad Pro им не уступают. И даже лично мне нравится больше. Мне очень нравится ощущение самого процесса рисования. Планшеты Wacom очень похожи на связку iPad Pro и Pencil. Однако они больше, толще и дороже. Apple смогли сделать очень качественный планшет для рисования. Качественный дисплей Retina, быстрый отклик и, конечно же, функционал iPad Pro. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся!